Россия методично бьет по украинской энергетической инфраструктуре и параллельно с этим пытается прорвать фронт. Сейчас Украина в глухой обороне, на всех фронтах, и чтобы выдержать натиск, необходимы все доступные средства защиты. Франция анонсировала очередной пакет помощи, который сейчас как нельзя кстати. Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины VAB. Это абсолютно необходимо для мобильности войск. Это старая техника, которая еще пригодна к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идет о сотнях в 2024 году и в начале 2025 года. Эти бронемашины уже поставлялись в СУ, но ранее Украине передали всего несколько десятков. Сейчас идет речь о сотнях таких машин. Также министр обороны Франции Франсуа Лекардио анонсировал передачу Украине зенитных ракет АСТР-30 к ЗРК Сампти. Мы также разрабатываем боеприпасы с дистанционным управлением в очень короткие сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом. Инициативно планируют передать вооружение, которое уже устарело и которое подлежит утилизации. Зачем тратить деньги французских налогоплательщиков на утилизацию этого вооружения, когда можно передать Украине, и оно утилизирует об головы российских военнослужащих или по российскую технику. Плюс стоит вопрос о выкупе французской техники, которая раньше была передана Саудовской Аравии, другим странам, и потом отправить ее в Украину. Особое внимание к ракетам АСТР-30. Они известны как европейский аналог Патриот. И должны существенно помочь в защите мирных городов от российских атак. Это вооружение может поражать аэродинамические цели на расстоянии 120 километров или баллистические до 60 километров. АСТР способен противодействовать не только дозвуковым целям, в том числе и баллистическим сверхзвуковым целям, потому что ракета АСТРС набирает скорость до 4,5 махов, что, как правило, где-то приблизительно 1000-1400 метров в секунду. Ключевой особенностью именно ракеты АСТРС является все-таки наличие так называемых воспомогательных двигателей, которые находятся в самих крыльях ракеты, можно так сказать, которые позволяют увеличить ее маневренность, что, в принципе, позволяет сделать ее достаточно эффективно для противодействия именно баллистическим ракетам, в том числе тем баллистическим ракетам, которые могут менять свою траекторию во время полета. Французский ВПК перестраивается на военные рельсы и пытается существенно сократить цикл производства такого рода ракет. И не только. Франция и Италия в ближайшие два года планируют изготовить 700 новых зенитных ракет АСТРС и поставить их Украине для защиты инфраструктуры. В мире на сегодняшний день сильно возрос, в принципе, спрос на разные виды вооружения и военной техники, не только в Украине. Поэтому мы видим, что многие страны Европейского Союза и не только Европейского Союза, другие страны мира, как правило, Ближний Восток, Южная Америка, они на сегодняшний день рассматривают возможность перевооружения, расширения и накапливания тех или иных видов вооружения для повышения своей внутренней безопасности. Париж вскоре передаст Киеву-78 Сау-Цезарь. В ближайшем будущем также Франция может передать Украине колесные танки АМХ-10, которые сейчас активно снимают с вооружения. И они Украине точно не будут лишними. Франция становится лидером Европы, без преувеличения. Франция, она инициативна, ее не нужно подгонять. Я вижу, что терпение французского лидера иссякало, он понимает, что с Россией нельзя договориться. В первый год войны Франция предоставила Украине военную помощь на общую сумму 1,7 миллиарда евро. В 2023-м 2,1 миллиарда евро. В этом году французская помощь составит более 3 миллиардов евро. Субтитры создавал DimaTorzok